Аллилуйя! Итак, я начинаю проповедовать славу Иисусу. И тема проповедей будет называться «Сердце, нуждающееся в Иисусе». Все наши проблемы в жизни верующего, в жизни неверующего начинаются именно здесь. Когда верующий говорит, я не знаю по какой причине, я потух, и я переживаю, у меня нет больше интереса к жизни, у меня нет больше интереса к вере, у меня нет больше желания ходить в церковь или читать Библию, у меня нет. Знаете, многие люди у меня спрашивали, делились, просили, помолитесь за меня. И вы знаете, я делаю, я молился, а потом мне было открыто, что за это молиться даже не надо. Не надо молиться за человека, чтобы у него все хорошо стало в жизни. Господь меня так открыл и положил, что за этого человека не надо молиться. Он сам выбрал, он теперь собирает урожай, который он посеял. Сердце, в тот момент, когда сердце перестает нуждаться в Иисусе Христе, человек переживает определенную гордость. Я могу жить без него, без Бога. Я могу построить свою жизнь без Бога. Я могу построить свой день без Бога. Я могу построить свое будущее без Бога. И люди сегодня выбирают, а потом страдают. И потом обвиняют Бога. И я знаю очень много отступников, которые раньше верили в Бога. Теперь они говорят, что они никогда не верили в Бога. Но это неправда. Они обиделись на Бога. Они обиделись даже не на Бога. Они обиделись на то, что когда они перестали нуждаться в Боге, их жизнь стала разрушаться. Из-за того, что их жизнь стала разрушаться, виноват Бог. Самое прекрасное для человека, когда сердце встречается с Богом и переживает все самое прекрасное, что исходит от Бога. Самое прекрасное, что мы знаем, это исходит от Бога. Все доброе, все чистое, это исходит от Господа. Именно сердце, когда переживает Бога в эти моменты, человек переживает самое большое счастье, наслаждение. Он себя чувствует защищенным. Он себя чувствует любимым. Вы знаете, как не хватает сегодня людям любви? Чтобы кто-то его сильно-сильно любил. Не за какие-то заслуги, просто любил его. Вот почему дети нуждаются в родителях. Вот почему детям прекрасно в семье, где их любят. Они это чувствуют, и они получают это. И сердце человеческое, оно нуждается в Боге. Сердце человеческое было сотворено Богом для Бога. Именно здесь начинаются великие благословения и самые большие проблемы. Человек, который решил влюбиться в Бога, это человек, который решил стать счастливым. Человек, который перестал нуждаться в Боге, он верит в Бога. Он, в принципе, добропорядочный человек, но у него нет страстной любви к Богу. У него нет. Этот человек выбрал себе большие проблемы. Большие проблемы. И потом люди говорят, помолись, у меня проблемы. Мне хочется сказать, вернись к первой заповеди. Сейчас не надо молиться. Ты не можешь со сломанной машиной приехать к профессионалу, механику и говорить, у меня вот эта проблема, у меня вот эта. Он знает, какая у тебя проблема в машине. Он будет делать то, что он увидел там. Вот почему многие верующие приходят и говорят, у меня в этом проблема. Мне не хватает того, мне не хватает этого. Мне не хватает третьего. Нет. У тебя не в этом проблемы. У тебя проблемы в том, что ты игнорировал счастье. Ты игнорировал любовь. Ты захотел построить свою жизнь без отца любящего. Без семьи. Ты захотел жить эгоистом. Но это неправильно. Мы видим блудный сын. Он выбрал путь эгоиста. Только наслаждение. Я недавно слушал одного человека, который говорил, что это самые печальные люди. Люди, которые мечтают только об удовольствиях. Этот человек даже не христианин. Человек, который думает только об удовольствиях. О наслаждениях. О наслаждениях. Это самый печальный человек. Потому что он только потребляет, но ничего не воспроизводит. Смотрите, даже в момент, когда ты гладишь собачку, кошечку, ты о ней позаботился, пошел консервы купил, косточку купил, еду. Ты в этот момент что-то делаешь, ты отдаешь. И ты получаешь удовольствие от этого. Человек, который ничего не отдает, но хочет получать, как блудный сын. Знаете что? Бог, он хочет, чтобы мы сегодня жили в максимальной любви. Чтобы мы не просто краешек Бога переживали и чувствовали. Чтобы мы не как та женщина-серуфиникиянка, вроде получилось высказать, которая пришла и сказала о крошках, падающих со стола господ. Чтобы мы сегодня не просто довольствовались крошками, мы дети. И Иисус сам сказал, я несу хлеб детям. Нехорошо взять хлеб у детей. То есть хлеб предназначается детям. Как ты можешь претендовать на то, что это предназначается моим детям, говорит Господь. Это моим детям. Он что нес? Крошки в пакете? Он нес хлеба, жизнь. Это восполнение. Когда мы молимся, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Мы не молимся просто о том хлебе, который мы на завтрак мажем, там, знаете, масло и рыбу кладем. Мы не об этом хлебе даже молимся. Мы молимся о восполнении всех наших потребностей, всяких нужд. Когда человек говорит, помолитесь за это, помолитесь за то, помолитесь, вот в моей жизни, и там то, 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 то. Мне сразу хочется сказать. Я вижу другой диагноз. Он видит, что у него диагноз, потому что там у него что-то не получается. Мне сразу хочется сказать, иди и люби Бога. Отдай то, что принадлежит Богу. И сам Иисус сказал, кесарево, кесарево, Божьи Богу. Не надо путать, не надо миксовать. Матфея 22, 37. И Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сияй с первой наибольшей заповедью. Другими словами, Иисус говорит, у тебя есть, ты, как бы сделан и сотворен из трех сфер, у тебя есть три сферы, и ты не можешь ни одну из них убрать или отключить. У тебя есть дух, дорогой человек, у тебя есть душа, и у тебя есть тело, и нету людей, живущих на земле без тела. И нету людей, живущих на земле без души или без духа. Каждый человек, который живет на земле, троичен. У него есть дух, душа и тело. И поэтому Иисус здесь говорит, если ты хочешь, чтобы во всех сферах твоей жизни было благословение, было восполнение, то тебе надо позаботиться о них. Сферу души подчини Господу, возлюби Его в этой сфере. В сфере духа возлюби, в сфере тела возлюби. Посвяти Господу. Это самый наивысший уровень любви. Это когда твое сердце принадлежит Господу. Можно говорить о Боге, можно говорить и петь Аллилуйя, а сердце твое не с Ним. Соломон писал, мудрый царь, когда ты будешь позван человеком богатым на ужин или на обед, не кушай то, что у него. Потому что он говорит тебе, ешь, ешь, а сердце его не с тобою. Он на тебя смотрит, как на какого-то человека отсталого. Соломон так сказал, он тебе говорит, ешь, ешь, ешь. А сам такой думает, фу, что он ест мою еду. Поэтому, знаете, Иисус не всегда предавался людям, а открывался людям. Потому что он знал, что когда сердце не с Ним, когда вот эта лукавость, понимаете. Часто Иисус говорил, говорили так не потому, что, знаете, искали его или любили его, или действительно хотели там что-то узнать. А говорили, потому что были лукавые. Задавали вопросы специально лукавые. Знаете, здесь Иисус говорит о заповеди, в которой ты сто процентов. Тебе даже молиться не надо будет. Господь, сделай меня счастливым. Тебе не надо молиться такой молитвой. Ты полюби Бога, и ты станешь счастливым. Поверь. Тебе не надо об этом молиться. Тебе надо просто прийти в счастье. Тебе надо прийти в точку назначения. Точка назначения – это когда твое сердце соединилось с Ним. Вот ты встаешь днем. То есть утром, я надеюсь. Ты встал. Смотри. Проанализируй со стороны. Возьми ответственность за свою жизнь. Никто за твоим сердцем не будет присматривать, кроме тебя. А оно бывает очень лукавое и хитрое. С утра. Вот я встал. Мои действия. Ты наблюдай за собой. За другим можешь не наблюдать. За собой наблюдай. Ведь ты же хочешь стать счастливым человеком. Смотри. Смотри, ты встал с утра. В чем у тебя идут первые потребности? В чем? Ой, быстрее что-то там куда-то. Что-то пойду там, там что-то сделаю. Суета. Днем. О, надо там посидеть в этом... В соцсетях, в интернете срочно проверить там всякую новость и всякие. Вечером я так устал. Знаешь? И вот ты смотришь, например, там... Ты смотришь и анализируешь. Так. С утра я встал, поел. Я нуждался в еде. Там я нуждался в цифровом этом экране. Понимаешь? Я нуждался там. Я нуждался потом в отдыхе. Я нуждался. И когда я даже заходил, смотрел, я не искал там Иисуса. Мое сердце там не искало Иисуса. И я смотрю на вот этот пустой прожитый день. Что за весь день мое сердце так и не склонилось перед Иисусом. Так и не сказало, как сильно оно нуждается в нем. Это не надо делать при всех. Это надо делать только перед Иисусом. Это ваша личная жизнь. Но если вы желаете, если вы мудрый человек, и вы желаете видеть свою жизнь успешной, процветающей, вам не надо это ни перед кем делать. Вы делаете это перед Иисусом. Скажите, как сильно, как сильно вы бы хотели нуждаться в нем. Начните с малого. Может, если у вас нету такой сильной потребности в Иисусе. Я вам скажу, когда сильная есть потребность. А в туалет хочется. Это самый стильный стимул. Вы найдете туалет там, где его даже нету. В центре города. Где один асфальт. Вы найдете его везде. Почему? Вам надо. Еще есть стимул, например. Самая большая боль, говорят, что это зубная боль. Когда у вас болит зуб. Наверное, многие знакомы с зубной болью. Это невыносимая боль. Это невыносимая боль. Чем бы тебя в этот момент не тешили. Чем бы тебя там не развлекали. А хочешь то, а хочешь то, а хочешь вот это, а хочешь то. Тебе ничего не надо. Тебе надо, чтобы эта боль исчезла, ушла. Все. Для тебя все меркнет. У тебя одна цель. Одно желание. Ты больше ничего не ищешь. Ты ищешь, чтобы боль ушла. Ты ищешь. У тебя появляется только один стимул. Не у всех верующих Иисус стоит на первом месте. Но это борьба, наша жизнь борьба. И если ваше сердце так сильно не нуждается в Боге. Вы видите и осознаете это. Что я с утра встаю. Да я не нуждаюсь в Иисусе. У меня нет ломок. У меня нету этого. Я так сильно не ищу Иисуса. Но я продолжаю верить в Него. То вы сделаете для себя программу минимум. Программа минимум. Вы будете вставать и с утра говорить. Господь, зажги мое сердце. Зажги. Дай мне сильно нуждаться в Тебе. Если у вас этого нету, написано просите. И ты, например, может быть много лет верующий. Но у тебя нету страстной любви к Иисусу. Твое сердце не нуждается. Тебя тянет туда, тебя тянет туда, тебя тянет туда. Но к Иисусу тебя не тянет. И если ты это осознал, то у тебя есть прекрасный шанс измениться. Ты можешь просто просить Господа, Святого Духа, привести тебя к Иисусу. Тебя кто-то должен привести к Иисусу. Как много из нас людей, которых привели к Иисусу. Не мы искали Иисуса. И знаете, вот родились, были неверующими людьми, в неверующих семьях. Все мирское. Мышление мирское. Все телевидение мирское. Все-все-все мирское. Ничего божественного. Если что-то божественное, это, о, Господи Боже. Вот это божественное единственное. Когда человек говорит, о, Господи Боже. В каждом народе, знаете, так говорится. Но это не является обращением к Господу. Это как ругательство издевать и издыхательство. При издыхании, когда ты, ох, как тяжело мне, типа. Если вы родились в такой семье, помните, а сейчас вы стали верующим, вы уже пришли куда-то, где вы раньше не были, то кто-то вас привел туда. Так же и здесь. Вот вы чувствуете, например, да, что вы не такой нуждающийся верующий в Иисусе Христе. Вас за это не ругают. Вам объясняют, что все проблемы рождаются здесь, когда ваше сердце не ищет Иисуса. Не надо мне ничего говорить. Вы мне скажите одно, когда вы делитесь проблемами. Ваше сердце нуждается в Иисусе? Если нет, если оно не поклоняется Иисусу, там проблема, там решение надо делать. Поэтому я вас призываю просто смириться перед Богом и сказать, Господь, я просто признаю, вот как вы признали себя однажды грешником. Сейчас здесь тоже признайтесь. Господь, мое сердце, оно просто не ищет Тебя, но я страдаю от этого. Я страдаю от этого. Я хочу перемен в своей жизни. Я хочу, чтобы мое сердце, оно стало нуждаться в Тебе. Я вам объясню, что с вами будет происходить. Вы думаете, вы всегда будете, вам будет всегда хорошо. Я вам скажу, что когда вы молитесь такой молитвой, Иисус, я хочу, чтобы мое сердце нуждалось Тебе, то вы знаете, что с вами будут происходить некоторые моменты, моменты такого печали внутри. Вы будете чувствовать пустоту. Такое, знаете, где-то балансирующее на грани депрессии. Такого нежелания чего-то. Понимаете? Это и будет сигналом к тому, что ваше сердце нуждается в Иисусе. Вы не молитесь, чтобы это ушло. Вы начинайте в этот момент. Это так же, как с голодным человеком. К нему приходит голод. Голод – это непрекрасное чувство. Голод – это плохое чувство. Тем более, когда оно усиливается, голод. Ты день не поел. Ты голодный. Ты два не поел. Ты стал более голодным. Тебе стало плохо на третий, на четвертый там день. Тебе хуже и хуже и хуже. Это специально организмом запланировано, чтобы ты поел. Чтобы ты поел и поэтому жил. В тебе датчики срабатывают. Тебе надо поесть. Вот почему нам, христианам, иногда становится скучно. Вот так раз – и тебе стало скучно. Раз – и тебя ничего не радует. Раз – и ты не можешь найти удовлетворения. И думаешь, помолитесь за меня. Не молиться тебе надо. Это сигнал. Беги к Иисусу. Открывай Ему свое сердце. Если у тебя не будет потребности, пойми, ты никогда его искать не будешь. Давид, он пишет в Псалмах. От утренней зари ищу тебя. Ну, давайте подумаем. Во сколько начинается заря? В три-в четыре? В три-в четыре ночи. Что делают обычные люди? Спят. Спят очень сладко. Их не разбудить ничем. Давид, он мучается. Он говорит, я ищу тебя. Пока я тебя не найду, мне плохо. Мне плохо. И потом он говорит о таких великих откровениях. О таких великих наслаждениях. Давид описывает. Почитайте в Псалмах. О такой великой радости. Почему? Он находил Бога. Вот это он начинал в три-в четыре утра. И он искал. Он изливал свое сердце. Он говорил, мое сердце пустое. Мое сердце, если ты, Бог, не наполнишь, я буду пустым. Я буду страдать. Вы знаете, Бог всегда ищущим воздает. Это вера. Всегда ищущим воздает. Такие верующие, знаете, если я вдруг узнаю, что есть верующие, которые реально ищут Бога, я могу вообще за них не переживать. Это счастливые люди. Это счастливые люди. Это люди, которые сознательно решили стать счастливыми. Они решили стать счастливыми. Человек чувствует себя полноценным, любимым, счастливым, когда сердце обращается к Творцу. Когда сердце обращается к Творцу, он чувствует... Вы знаете, мы все равно живем на чувствах. Мы живем на чувствах. Мы люди, состоящие из чувств. У нас будут перепады настроений. У нас там разные процессы. И как важно чувствовать Бога. Как важно переживать. Важнее всего верить в Бога, когда ты даже не чувствуешь. Но как важны чувства. Как важны чувства. Люди, которые были с Иисусом, у них были задействованы чувства. У них были прекрасные чувства задействованы. И как я сказал, что Бог не несет тебе крошечку. Бог несет тебе хлеб. Он несет тебе великие благословения. Он несет тебе великую любовь. Но Он не дает тебе, когда ты не нуждаешься. Он не разбрасывается, потому что это драгоценность. Он дает только тем, которые нуждаются. Он дает только тем, которые нуждаются. Почему Иисус не берет 12 чинников на гору? Почему Он берет только троих? Потому что это те, которые нуждались в Нем. Больше всего. Почему Иисус не явился своим апостолом после Своего воскресения? Почему Он явился женщине? Одной женщине. Представьте, Иисус это воскресший Бог. Воскресший из мертвых. Он царь царей, Господь господствующий. Ему дана вся слава. У Него была команда, это солидные мужчины. Но после своей смерти, первой, кому Он является, первой, кому Он является, это самая важная персона. Это была женщина. Почему? Потому что написано, Мария стояла и плакала. Плакали не ее глаза. Плакало ее сердце. Потому что она хотела Иисуса. Когда она увидела Иисуса, она его не узнала. Она говорила, садовник, если ты вдруг, ты украл тело Господа из могилы, то ты скажи мне, куда ты положил его. Я пойду и возьму его. Ей Иисус нужен был даже после смерти. Ей просто экстренно нужен был Иисус. Ну, назовите мне, кому еще нужен был так сильно Иисус? Нет, поверьте, другие люди неплохие. Они тоже хорошие верующие. Но здесь говорится о силе потребности. Чем больше мы хотим от Бога получить, тем больше мы должны отдать. Тем больше мы должны сказать, Иисус, мое сердце пустое, наполни его. Вы знаете, когда отвеченные молитвы происходят? Секрет. Когда ты приходишь и говоришь, Господь, вытряхни из моего сердца весь мусор. Вытряхни всю похоть. Вытряхни все запретные желания. Вытряхни мою жизнь. Возьми и вытряхни, как полови. Я хочу просто слиться с тобой, полюбить тебя. Наполни мое пустое сердце. Представляешь, Господь наполняет твое сердце. И вдруг в этот момент у тебя появляются желания. И ты знаешь, что это не твои как бы, а не твои желания. Но раньше у тебя почему-то были другие желания. И вот когда ты уже наполненный, от всего сердца чего-то просишь у Господа, написано, Он дает, никогда не скажет нет. Никогда не скажет нет. Но это желания уже не эгоистические, не грешные, не запретные, не нарушающие закон Божий, а желания по Его воле. Вот когда нам надо переживать, когда наше сердце перестало любить Иисуса и нуждаться в Нем. Когда мы подумали, я могу сам жить, я могу планировать сам свою жизнь, но Иисус тебе говорит, все три сферы твоей жизни, дух, душа и тело, если ты подчинишь Иисусу, значит ты мудрый человек. Если ты возлюбишь Иисуса, значит ты захотел быть счастливым во всех сферах. И каждый из нас выбирает. Это как мы к столу подходим, к буфету. Каждый выбирает по-разному. Кто-то мясо больше наваливает, кто-то больше овощей, салатиков там наваливает, себе кладет. Понимаете, мы по-разному, вот все от наших желаний. И тебе сейчас не говорится, что ты должен только вот так поступать. Но тебе говорится и призывается, что если ты хочешь быть счастливым, если ты даже за многие вещи не хочешь даже молиться, я тебе скажу, тебе даже не надо за многие вещи молиться. Они сами будут решаться. Только мы можем следить за нашим сердцем. Если мы хотим быть максимально счастливыми, если мы хотим быть процветающими духовно личностями, то нам необходимо прийти вместо любви. Да что ты можешь дать Богу? Какую особо ты любовь можешь дать Богу? Какого качества любви ты можешь дать Богу? Богу, даже если твои слова будут запинающимися, не стихотворными, не поэтичными. Твоя вот такая сухая молитва. Бог, я просто хочу тебя. Все, Бога это просто вышибает, поверь. Вот это для Него самая великая любовь, которую Он тебя переживает. Бог, Бог, я нуждаюсь тебе. Все, Бог, засчитано. Ты просто будешь в океане любви, но у тебя будет излита любовь. Давайте вспомним, что происходило с Павлом и силой, которых за проповедь Евангелия избили. Их избили, посадили в тюрьму. Сердце их нуждалось в Иисусе. Сердце их пело Иисусу. Но они были в тюрьме. Все руки и ноги были закованы в тюрьме. Но когда Иисуса коснулось, это их сердце, Он начал трясти темницу, тюрьму. Не только они, но все тюремщики были освобождены. Аминь. Иногда мы находимся в тюрьме. И даже веруя в Бога, мы находимся в тюрьме. В каких-то обстоятельствах. Как апостолы Павел и Сила. Что-то они плохое сделали? Нет, ничего плохого не сделали. Они просто были брошены в тюрьму. Но знаете что? Это проверка. Это как бы испытание. Что они будут делать в сложностях. И вы знаете, оказалось, что они прославлять начали Бога. Они сказали, а зачем нам тратить время на выяснение? А почему с нами такое произошло? А если мы служим Богу, не должен ли Бог нас защитить? Они не стали тратить свое время. А они просто стали любить Бога. И Бог сделал невероятное чудо. Бог сделал невероятное чудо. Он освободил всех. Чудесным образом. Чудесным образом. Иногда ты ничего плохого не сделаешь. Ты будешь помещен в тесные обстоятельства. Для того, чтобы увидеть, что твое сердце выдаст. И если твое сердце любит Бога, знай, свобода неминуема. Благословение неминуемое. Самая прекрасная жизнь, о которой ты даже не думал, это твоя жизнь. Потому что ты избрал своей целью, своей любовью, ты избрал Иисуса Христа. Отец небесный.